Девушки отдыхают За последние сто лет Хорошо, мисс Тюарт, я сейчас подойду Да она же здесь И я сильно рад ее видеть В королевском номере рабочие порвали обои Как порвали? Ну вот тянули кабель и порвали Господи Семен Арун, что вы хотели? Вы видите у меня завал Я вижу ваш завал, только не понимаю, при чем тут завал Когда я вас вовсе о нем не спрашиваю Эти обои, их делают только на заказ Ах, боже мой, при чем тут обои Когда я пришел поговорить вовсе за шиной Ну какие шины? Зарубежного производства Чудные, зимние шины И совершенно новые Я ничего не понимаю, вы продаете шины? Помилуй бог, как можно продавать такие прекрасные шины? Я бы сам их купил у кого угодно Если б они уже не были моими собственными Вы бредите Типун вам на язык, моя девочка Что такое с вашими шинами? С ними все в порядке И страдать за чужого африканского дядю, словно за Моисея Семен Аруныч, ну мне правда сейчас некогда Мисс Сюарт Мисс Сюарт Так вы сломаете дверь Что случилось? Мисс Сюарт Мисс Сюарт Но это не ваш номер Да, но он закрылся и не пускает меня Адам, открой, нам надо поговорить Адам, я люблю только тебя Слышишь? Что случилось? Адам увидел нас с Джонатаном И решил, что я его не люблю Он такой ранимый Он убьет себя Вы должны меня туда пустить Но я не имею права Пожалуйста Пожалуйста, откройте Нет, я не открою дверь Уходите Мисс Сюарт Открывай дверь Мисс Сюарт Мисс Сюарт Мисс Сюарт Джессика, стопы, Джессика, прекратите Джессика, стопы Прекратите Вы рехнулись Надя, вы свободны Спасибо Ши-ни-сюарт Сема Если кругом такой дурдом Спрашивается, за что Писахович должен страдать в отсутствии шин Которые оказались на складе А что, ваши шины на складе? Девочка Я вам толкую об этом Уже битых полчаса Там, куда спецслужбы Носят свои секретные хреновины? Я знал, что она меня поймет И она меня поняла Как ваши шины оказались на складе? Оставил Оставил Не подозревая о том, что На землю Гоги и Магоги Пожалуй, такой важный иностранец А какого черта они вам понадобились сейчас? Когда до зимы еще полгода Я продаю Вы говорили, что не будете продавать шины Я продаю машину вместе с шинами Ах, черт бы вас побрал Так минутное же дело Мы приходим на склад Вы, Чик, открываете дверь Я в Жиг забираю свои шины А потом мистер Уолш Чик И я в наручниках Где они? Там На чем же вы будете ездить? На новой, пропадя напропадом И лучше вам не спрашивать, сколько она стоит Как говорит моя жена Если есть миллионщики, которым все равно Сколько стоит их машина То нас еще не все дети выучены Сергей Викторович, да исчерпали мы уже Все ресурсы по площади Да там смотреть вообще бесполезно Не горячись, Коля Вот эти стеллажи тоже можно задействовать Скоро второй склад придется задействовать Так А это что такое? Шины? Чьи? Понятия Так, Коля, давай-ка их уберем отсюда Сергей Викторович, да что вы будете пачкаться Я дам команду, и ребята уберу Пойдемте на второй склад лучше Молодец Как мы это потащим Пусть девочка не волнуется Главное выкатить их за дверь Ой Семен Ароныч Это ваше? Что говорите? Это ваше? Нет Так Туда и ход, мистер Волж О, что это? Пистолет Наденька Для чего он вам? Не хотите? Нет Ну тогда спрашивайте А вы кто? Полицейский А дома-то чей? Мой Вы его получили в качестве взятки Смеетесь Я обычный полицейский из обычной дежурной части Тогда откуда у вас такой дом? Мой папа очень богатый человек Угу Значит этот дом принадлежит вашему отцу? Нет, этот дом принадлежит мне Он мне его подарил Тогда из-за чего же вы поссорились? Вот как раз из-за него мы и поссорились Вы наверное хотели особняк побольше, да? Мне его дома не нужны Мне вообще от него ничего не нужно Угу Тогда зачем же вы себя утруждаете Жизнью в этом доме? Да я в общем-то здесь и не живу Так иногда бываю Ну что вы врете Я же видела там газеты лежатые Самая старая из них трехдневной давности Вы чего ко мне пристали, а? Почему вас волнует, живу я здесь или не живу? Да меня не волнует Просто вы очень грубо разговаривали с вашей мамой А с отцом вы вообще не хотите общаться Вот я и подумала, что он у вас по меньшей мере вор в законе А он всего лишь на всего миллионер Он бизнесмен А я не хочу быть бизнесменом И миллионером кстати тоже А вас заставляют, да? Что? Ну быть миллионером Мои родители считают, что я занимаюсь не своим делом Я ловлю жуликов Мне это нравится И я умею это делать И при этом живете в доме, который вам купил ваш отец И я его ни о чем не просил Когда я отказался принять этот дом, был жуткий скандал Отца увезли в больницу с сердечным приступом А мама сказала, что я не благодарна и чудовище Это она настояла на том, чтобы я подписал бумаги И я подписал И теперь вроде как я ему обязан А я не хочу быть обязанным никому и никогда, ясно? Какая гадость А вы знаете, вы ведь уже было произвели на меня впечатление Вполне себе порядочного человека Но ничего, бывает Постойте Это в чем же я непорядочен? Да в том, что вы во всем обвиняете своих родителей Что они изверги и силы заставили вас жить в этом дворце А вы такой весь из себя благородный и жуликов ловите Я разве назвал их извергами? А разве вы не сказали, что они вас заставили взять этот дом? Да не в доме дело Мой отец уверен, что если я не хочу с ним работать, то я ни на что не гожусь А вы не хотите или не можете? Ладно, извините, я наверное лезу не в свое дело Ага Просто, вот одно я знаю точно Что уметь быть обязанным, это очень человеческое качество А мы во всем обязаны нашим родителям И даже если они нам не дарят такие дома Все равно они нас любили, они нас растили и продолжают любить А мы им ничем не обязаны По-моему это просто свинство Вы решили меня перевоспитать? Нет, мне кажется, что в вашем случае уже поздно Да и не нужно Это или абсолютное недоразумение, или чудовищная провокация Товарищ из органов, я уверяю вас, что эта вещь не имеет ко мне никакого отношения Возможного Написали? Да Семен Арванович, а покрышки имеют к вам отношения? Такие имеют, будь и не прокляты Если б я знал, что какой-то негодяй засунет в них свою мерзис Пока можете быть свободны Спасибо А я? Мне не нравятся истории, которые происходят вокруг вас Может быть вы думаете, что я террористка? Сразу отправите меня в Гуантанамо? Для этого пока нет оставания И на том спасибо, господин полковник Катюша? Нет, это Максим Вавилов, капитан полиции Я хотел с вами поговорить по поводу Екатерины Михайловны А что с Катей? Ну, сейчас уже все в порядке Что значит сейчас все в порядке? На нее было совершено покушение Она в больнице? Нет, не в больнице Где она? Когда вы сможете со мной поговорить? Я смогу с вами говорить, я заканчиваю в одиннадцать вечера Хорошо, я перезвоню? Конечно Всего доброго Что-то случилось? Моя подруга в Москве, кажется, попала в какую-то переделку Куда попала? Не знаю, вляпалась в историю Звонились в полицию, у них ко мне какие-то вопросы Как интересно, у нас к вам вопросы, у вашей полиции тоже вопросы, интересно Послушайте, ни к приезду вы величит, ни к пистолету это уж точно никакого отношения не имеет Это просто совпадение, извините, мне нужно работать Как зовут вашу подругу? Катя Сумгина А где она работает? На телевидении Как назвался человек, который вам звонил? Не помню, кажется, капитан Максимов Звонил с ее номера Благодарю Я не верю совпадению Если у вас опять случится совпадение Позвоните мне Можно обойти? Господин полковник, милости прошу Помешал? Ах, это, у вас в Америке не курят, вот и нам в России приходится делать вид, что мы тоже не курим Можно курить? Спасибо Надо бросать Капли никотинов убивает лошадь Пришли поговорить за пистолет? Пардон, я еще не очень понимаю, что значит за пистолет Простите, я хотела сказать про пистолет Но я действительно понятия не имею, кто подложил его в шину Писаховичу А кто вы на чердаке знаете? На чердаке? Дверь на чердак сегодня была открыта Да что вы говорите? Ах Хотите конфет? Благодарю Так что на счет чердака? Я не знаю, что вам сказать, мистер Уолш Правду А где вы учились русскому языку? На работе Ну и почему вы не хотите говорить? Потому что вы мне все равно не поверите И вообще, почему вы решили, что я что-то знаю? Мадам, я профессионал, а ваша Надежда плохой конспиратор После чердака она сразу побежала к вам Я изучил то все И там сказано, что она получила работу благодаря вашему Как это? Патронажу? Протекции Значит, вас связывают не только деловые отношения Сюда, по моим наблюдениям, вы дружите Так что она вполне могла вас закрывать Прикрывать Кстати, а кто вас познакомил? Марья Максимовна, ее соседка Она знает Надюшу с детства Проходите, милая моя, проходите Я вам печенье принесла, ваше любимое Ой, как угодили Спасибо Голубушка, а почему у вас такой вид, словно вы за дверью доедали лимон? Нет, не доедала Или я ужасно выгляжу? Лидочка, ну что вы пугаете ребенка? Присаживайтесь, Наденька Это Наденька, моя соседка А это Лидия Арсеньевна Она работает в гостинице Англия, что на Исаакиевской площади Я знаю, это там где Есенин Нет, 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 это не у нас, это к соседям У нас никогда никто ничего подобного над собой не совершал Правда, признаюсь, я грешна Иногда подумываю сделать тебе харакири Особенно, когда заезжает японская группа Лидочка, голубушка, у нас Надюша осталась без работы Ее недавно уволили из банка Вы не могли бы посодействовать ее трудоустройству? А кем вы там были? Надеюсь, банкиршей? Нет, операционисткой А за что же вас уволили? А Наденька отказалась делать левые платежки О, честные люди нам нужны Нынче это такая редкость А через неделю я устроила ее службу портье А на чердаке ворона Простите Я кормлю ворону На днях ее сбила машинного входа Сломала крыло Я перенесла птичку на чердак Иначе бы ее кошки сожрали И это все? Все Откуда у вас ключи от чердака? Если вы читали досье, то знаете, что в этом отеле я работаю уже двадцать лет Но по инструкции ключ должен быть у начальника охраны господина Трутнева Возможно, господин полковник вас это удивит, но в России инструкции не всегда пишутся для того, чтобы их соблюдали А на чего пишутся? Чтобы было Да? Простите, мэм Господин полковник Датчики зафиксировали движение на королевском этаже Надя, льет? Как из ветра Хорошо, я зонтик прихватил ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Клэр Чисто? Клэр Чисто? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мария Максимовна, Мария Максимовна, это Натя, откройте, пожалуйста. Мария Максимовна! Телефон. Кто там шлялся? Наши или русские? Мы не установили, сэр. Датчик зафиксировал только движение. А камеры? На них ничего нет. Как нет? Там что, ходило привидение? Возможно, он попал в слепую зону. Еще не все камеры установлены. Мимо вас кто-нибудь мог пройти незамеченным? Нет. Это исключено, сэр. Оставайтесь на месте. Я сейчас приеду. Надя, вы в порядке? Что случилось? Все. У меня в квартире мертвец. Ой, извините, пожалуйста. Дверь открыта. Можно? Что? Оставайтесь здесь. Угу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Крокодил умный и коварный охотник. В ходе эволюции он стал самым опасным животным для человека. Ежегодно в его пасти гибнет больше людей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, как вы? В порядке? Угу. Тогда надо зайти. Я не пойду. Но здесь не надо сидеть. Дайте руку. Надо вызвать полицию. Там же труп. Но там нет трупа. Как нет? Ну, нет. А человек на люстре? Нет. Это не человек. Вот что висело на вашем люстре. Он был привязан этой веревкой? Да. А чем он набит? Я думаю, газетами, но это не самое интересное. Самое интересное – вот это. Так зовут вашего мужа? Угу. А чем вы можете это объяснить? Ничем. А кто мог войти в дом? Никто. У кого есть ключи? Только у меня и у Павла. А ваш муж их не вернул, когда вы расстались? Нет, не вернул. Ваши родители погибли давно? Что? Вы простите, я читал ваше досье. А, двенадцать лет тому назад. Как это произошло? Автокатастрофа. Они ехали утром на дачу и врезались в грузовик, который неожиданно выскочил на дорогу. Эта квартира принадлежит вам? Послушайте, какое отношение моя квартира имеет к этому чучелу? Если бы не приезд этого вашего гребаного короля, если бы не его везет… Я прошу, чтобы вы отзывались о его величестве с уважением. Да плевать я хотела на ваше величество. Плевать на короля. Запрещено. Слушайте, а что вы прицепились ко мне с этим королем? Вы что думаете, я не знаю, что у вас одна мысль на уме? Вы же хотите, чтобы меня уволили, потому что вам, видите ли, не нравятся истории, которые происходят вокруг меня. Вам самой нравится? Нет. А почему вы мне позвонили? Потому что мне больше некому звонить. У меня никого нет, кроме Лидочки и Марья Максимовна. Но она мне даже дверь не открыла. Вы промокли? У моей машины колесо спустилось и пришлось идти пешком. Вы замерзли. Это не важно. Снимайте штаны. Зачем? Я дам вам штаны моего мужа. Нет, спасибо. У вас есть… Как это… Эр-драйвер. Фен? Да, есть. Прямо по коридору направо. Направо. Мистер Уолш, вы уже одеты? Да, уже одет. Мистер Уолш, можно я выброшу это чучело? А то оно мне действует на нервы. Нельзя, я его заберу с собой, если хотите. Хочу. А вы хотите макарон? Макарон? Это такая русская паста. С сыром или с кетчупом. Просто у меня больше ничего нет. Ну, хочу. Хотите чаю? Да, спасибо. Есть мед, лимон. Прекрасно. Максим, вы меня простите за резкость сегодня. Просто, по-моему, у вас очень хорошая мама. Все нормально. Сам виноват. Чай. Спасибо. Катя. Вы должны рассказать мне по пунктам свою жизнь, начиная с того момента, как приехали из Петербурга в Москву. Желательно вообще по минутам. Ну, по минутам, боюсь, не получится. Я же дневник не вела. И давайте тогда сразу перейдем на «ты», ладно? Потому что обстановка как-то не располагает к церемониям. Да, давай. Давай на «ты». Спасибо. Хорошо. Начнем по порядку. С кем ты общалась? Например, в Останкино? Да я больше слушала и смотрела. У меня же там ни друзей, ни дел особых. Только учеба. Ну, а девушки, с которыми ты была на практике, никуда вместе не ходили. Тусовки, ночные клубы. Практика, дом, дом, практика. Все. И на свидание не ходил? Ах, да, у тебя же муж. Гражданский муж. Замечательный, прекрасный человек. Да-да-да. Точно, муж. Мне же в день перед нападением как раз Ирка, наша секретарша, жаловалась на мужа. Что ей подбросили фотографию, где он с любовницей. Только какое это может иметь отношение ко мне? Ну, думаю, никакого. Угу. Хорошо. Забирайте чай. Покажу вашу комнату. Твою. Ну, мы же на ты. Твою. Я не знаю, принято ли воспринимать гостей на кухне, но в комнате как-то неприятно. Не хочется лопать рядом с покойником. Это еще дедушкин он привозил часа отовсюду. А вы умеете тереть сыр? Сыр? Да. Это очень просто. Вот так, мистер Уолш. Меня зовут Денис. Можно, Дэн? Так, меня зовут друзья. А меня зовут Надя. Очень приятно, Дэн. Это макароны, российские, в них почти нет калорий. Можно слопать сколько угодно. Моя жена всегда считала калории. У нее, как это по-русски, идея, которая навязывалась. А, это навязчивая идея. Угу. Ух ты. Здорово. Ну, кажется, готова. Да. Отлично. Да. Она считала калории даже в зубной пасте, салате, майонезе, кофе. А хотите кофе? Вы знали про Ворону? Нет. То есть... Да. Но Лидочка рассказала мне об этом только сегодня утром. Честное слово. У вас здесь существует инструкция. Значит, пистолет на склад мог принести кто угодно. Прошу. Ну, вот. Ух ты. Как-то так. Да. Я бы хотела превратиться в спящую красавицу и проспать здесь целую вечность. Ну, спокойной ночи. Угу. Максим. Да. Ты знаешь, мне не покидает ощущение, что я где-то уже видела этого мужчину. В смысле, ну, того, которого убили. Вот я точно помню, что я где-то его видела. Причем совсем недавно. А где? Вот вообще вспомнить не могу. Угу. Угу. Уплевания могут быть разные. Например, демонстрация силы. Демонстрация силы? В каком смысле? Представьте себе, что вы боевик и что вы воевали в Афганистане, Ираке, Боснии. Просто так убивать вам надоело и вам захотелось сделать экстремизм своим бизнесом. Но чтобы вас приняли в клуб профессиональных террористов и дали денег, нужно себе зарекомендовать сделать так, чтобы весь мир вас узнал. Убить короля? Ну, например. Или угнать самолет, или расстрелять школы, или взорвать бомбу на вокзале. Ужасно. Да. Ужасно. Поэтому, когда я уйду на пенсию, я устрою себя парижским таксистом. У меня будет французский бульдог, синий берет, трубка. Бульдог будет сидеть на переднем сиденье и будет со мной разговаривать на французском языке. Как дела, месье? Все хорошо? Все хорошо? Все хорошо? Итак, мы будем ожидать наших клиентов у комедии французской, а потом повезем их по всему Парижу. Мон-Матра, Шонзализе, Ла Дефонс. Здорово. Я никогда не была в Париже. Но в любом случае, в нашем отеле нет боевиков, которые мечтают сделать терроризм своим бизнесом. Есть. Вы кого-то подозреваете? Да, полковник Уолш. Сэр, мы снова зафиксировали движение на этаже. Вы установили, кто это? К сожалению, нет. Я сейчас приеду. К сожалению, кофе отменяется. Мне надо в гостиницу. Вы не знаете, как заказать такси? Вы что, меня бросаете? Один на один с этим пугалом? Я сегодня здесь не останусь. Я вас отвезу. Мы сразу осмотрели весь этаж. Никаких следов. Номера проверяли? Да, сэр. Никого. Сначала прошел один. Вижу. А через двадцать две секунды... Второй. Надо вызвать управляющего, сэр. Возможно, есть комнаты, о которых мы не знаем. В шесть утра? Возьмите себя в руки, майор. Возьмите себя в руки, майор. Он сразу разведится к своей дерьмою. Он был. Он был. Конец. Невезренивается на меня снятили. Он был. Туда и ход, мистер Уолш. Уай. Пистолет. И вы поэтому не хотели, чтобы я к вам заходил? Если я не пойму причину вашего странного поведения, тогда мне придется сообщить, что ваше присутствие в гостинице нежелательно. Причина моего странного поведения в том, что от меня ушел муж. Я сварила вам кофе. Экскюзми. Я принесла вам кофе. Откуда у вас такое богатство? Ресторан еще закрыт. Это секрет. Тайная кухня господина Пайсаховича. Я профессионал. Это точно. Вы пьете кофе с кофеином? Пью. И с сахаром? Пожалуйста. И со сливками? Пожалуйста. А почему вас бросила жена? Только из-за работы или вы ей изменяли? У нас не принято. Что не принято? Изменять женам. Да бросьте вы. Лучше развестись. Во-первых, существует общественное мнение. Во-вторых, карьера. А в-третьих, суды. Если изменяешь, и это известно, у ее адвоката есть большие шансы, чтобы тебя оставить нищим. А я думала, вы не изменяли, потому что любили. Люблю. А почему вы спросили про мою жену? Просто мне любопытно. Кроме того, вы же рыцарь. Кто? Рыцарь. Вы спасли меня от воров на улице. Вы приехали, когда я приняла мешок с газетами за труп. А скажите, кто-нибудь из вашей семьи работал на Востоке? Дедушка. Он был дипломатом. Сначала он работал в Сирии, а потом, кажется, в Турции. Но это было давно. А как его звали? Его звали Михаил Осипович Колесников. Мы с ним очень дружили. А ваш муж знал вашего дедушку? Нет. Дедушка умер 15 лет тому назад. А ваш муж чем занимается? Программным обеспечением. А где он работает? На Московском проспекте. Послушайте, если вы решили подозревать не только меня, но и моего мужа, вы глубоко заблуждаетесь. А почему вы решили, что я его подозреваю? Может, просто я хочу спросить у него кое о чем? И о чем? Почему он вас разлюбил? А кофе было великолепный. Привет. Привет. Это тебе. Спасибо. Ой, как пахнет. Понюхай. А? Ага. Угу. Кать. Да. Ты меня уже обманывала? Нет. Я тебя еще не обманывала. Ну, обманешь. Да вообще-то не собиралась. Почему? Просто у тебя написано на лбу, большими буквами. Обманывать нельзя. Тебя послушать у меня не лупа. Большая энциклопедия. Это вы себе льстите, молодой человек. Ой. Смотри, вон там лорка. Собака соседская. В кустах лежит весь день. А чего она там лежит? Ежа караулит. Ага. Сегодня носилась за ним по всему участку все утро. Знаешь, какой грохот стоял? О, приходила соседка, хозяйка ее, Оля. Сказала, что лорку у себя на участке уже всех ежей переловила. Теперь перебралась сюда. И пока Оля лору держала, я ежа отнесла в дом. Катя. Да. Я не понимаю ничего. Лорка, ну вот что я ему такого сказала, а? Хороший же был разговор про ежей. Да? А он взял и разнервничался. Ты бы поел. В дом работница приходила, котлет нажарила. Сказала, что ты их любишь и что ее зовут Таня. А еще какой-то мужик все утро косил траву на лужайке. Это Петр. Муж Татьяны. У них дом по ту сторону участка. Ух ты. Преслуга, да еще и живет с тобой. Вот это да. Прям как у графа Льва Николаевича. А тебя случайно Петр на руках не носил, когда ты был маленький? А потом с тобой в летний сад гулять не ходил? Нет. В Москве нет летнего сада. И прислуги у нас никогда не было. До тех пор, пока отец не стал тем, кем стал. Ты как будто его за это осуждаешь. Я ему завидую. И завидую так, как нельзя завидовать своему отцу. Я никогда никому не говорил об этом. А почему ты ему завидуешь? Потому что он смог все, чего не смог достичь я. Понимаешь, он всю жизнь был простым физиком. А когда началась перестройка и наука кончилась, он не опустил уроки. Понимал, что нужно кормить семью. У них в институте был профилакторий. Он его арендовал. Днями и ночами там пропадал. Никто не верил, что у него получится, а у него получилось. Через пять лет он его выкупил, купил гостиницу, потом еще одну и стал миллионером. А что еще он смог? Чего не можешь ты? Он всю жизнь любит мою маму. Он сложный человек, у него скверный характер, но все, что он сделал, это только ради нее. Но это же прекрасно. Прекрасно. Просто я так не могу. Я не умею так любить женщину. Все время боюсь, что она меня обманет. А тебя уже обманывали, да? Один раз я принял крокодила за человека. Больше повторять не хочу. Да, сложно жить с такой моделью в голове. А отец ничего не боится, но он не понимает, что я, что я не могу так, как он. Потому что я не он. А ты ему объясни. Объяснял. Ничего не вышло. А сколько раз ты пробовал? Один, два? Какая разница? Просто вот есть вещи, за которые надо и побороться. За любовь, например. Или за то, чтобы твой отец тебя услышал. Он не услышит. Что-то не так? Я плохо выгляжу или что? Нормально. Тебе не кажется, что мы просто зря теряем время? В смысле? Макс, ну ты будешь еще год собираться. А у меня нет года. Мне в Питер уезжать. А у тебя же на лбу все написано. Что написано? Что я тебе нравлюсь. Но у тебя чувство долга, и ты меня боишься. Ведь боишься, да? Да. Макс, трусость – это худшее из человеческих пороков. Макс. КОНЕЦ КОНЕЦ